Здравствуйте, здравствуйте, добрый день, мои дорогие девочки! Сегодня у нас влог в формате «В зеркало». Сегодня у нас примерки нашего любимого магазина Массима Дути. Если вы помните, я ходила туда и купила там какие-то вещи. Мы с вами бурно их обсуждали. Это была юбка, которая на мне плохо сидела. Что там еще было? Две рубашки. И... Я уже забыла. В общем, юбка, две рубашки, что-то еще. Платье, да, мрачное-мрачное, темное платье. Ну, и, в общем, я вещи эти решила не оставлять. Я решила их сдать и сходила в Массима Дути. Значит, пошла в Массима Дути, чтобы сдать эти вещи. Ну, и, конечно, этот визит не прошел для меня напрасно, как вы понимаете. Значит, вещи-то я сдала. Ладно, дело в том, что там прошла очередная волна, так сказать, скидок. И я там кое-что присмотрела. И сейчас я вам буду показывать и рассказывать. Значит, формату зеркала на фоне моего рабочего, так сказать, стола. Беспорядка, еще раз повторюсь, два компьютера, мои бумажки, чашка, в общем, короче, на фоне блямающего имула, который постоянно мне продолжают посылать. При том, что у меня уже час на закончился рабочий день, меня продолжают пытаться заставить работать. Ну, я как бы не сдаюсь, не поддаюсь. Нет, на самом деле я периодически подбегаю к компьютеру, снимаю, подбегаю к компьютеру, отвечаю, значит, подхожу и снова продолжаю снимать. Окей, давайте будем смотреть, что я купила. И, значит, первая вещь, которую я в ней уже непосредственно стою, это платье красного цвета, потрясающего красного цвета. Если вы помните, то во влоге, когда я ходила в Массима Дути, я его снимала, я показывала вам это платье, что оно было, мне оно понравилось, но оно было, по-моему, 14 размера, в общем, большой размер. И, например, я как бы пожалела и подумала, что вот жалко, что оно, ой, такое большое, пояс, все время выскакивает, ну, может, пускай так и будет. В этот раз, когда я пришла сдавать вещи, то это платье находилось там в наличии моего размера, размер 38, и оно, к тому же, еще стало стоить дешевле, оно стоило, по-моему, 50 долларов, я сейчас проверю точно, вам скажу. Или, может быть, потом напишу, когда буду, потому что мне сейчас не хочется снимать и проверять, в общем. Платье, конечно, потрясающее. Я вам сейчас его буду показывать. И вы понимаете, что это платье совсем не в стиле Массима Дути. Если вы знаете стиль Массима Дути, то вы, значит, представляете себе, что это платье совсем абсолютно не в их стиле. Это платье яркое, броское. Это то, что Массима Дути обычно не делает. У них обычно очень базисные фасоны, очень базисные тона, значит, такой базовый гардероб. А это платье, в общем, трудно назвать базовым гардеробом. Хотя для меня, я не знаю, красный считается базовым гардеробом. Или, ну, короче, в общем, я даже в Массиме Дути нашла что-то, что очень-очень соответствует моему вкусу. Что-то яркое, что-то очень необычное, я бы сказала. И, ну, я не могу сказать, что оно необычное это платье, но оно такое, бросающееся в глаза. Что, в принципе, вещи Массима Дути, они редко бросаются в глаза. Это вещи, которые более, так сказать, для каждодневной одежды, минималиста, который любит базовые вещи, базовые цвета. А это совсем, в общем, как бы не совсем. Значит, подойду поближе. Значит, у него здесь два ряда пуговиц. Вот такой вот вырез, очень глубокий, поэтому я надела топ вниз. Ну вот, вот такое платье. В принципе, я вот так могу пойти на работу. С обычными черными лодочками я могу его надеть и пойти на работу вполне, но не только. Я считаю, что это платье очень многофункциональное. Я могу пойти на работу, я могу добавить какие-то аксессуары яркие и пойти куда-то вечером, так сказать, сделать его более торжественным. Я сейчас вам покажу. То есть, ничего такого, просто более яркий пояс, более яркие украшения. И даже с теми же туфлями можно оставить, вуаля, это платье превратится в вечерний лед. Очень простая трансформация. Это, кстати, очень удобная вещь, если вам нужно днем идти на работу, когда мы наконец-то будем ходить уже на работу, а вечером пойти куда-то out, когда это прекрасное время наступит, и мы снова будем вести себя таким образом, как мы вели себя до вот этого всего. Не знаю даже, как назвать. Вот не знаю даже, как назвать. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть, когда мы снова вернемся на работу, и у нас наступит такая ситуация, что когда нам прямо с работы нужно бежать куда-то, на какую-то встречу, вечером, в кафе, в театр, господи, наконец бы, скорее бы, и вам некогда подойти и переодеться, то вы берете с собой пояс, берете с собой украшения. Посмотрите, у меня вот такие вот яркие красные бусы. В принципе, можно сюда надеть золотые, но я подумала, что это будет слишком много золота, а так, в принципе, мы одеваем красные серьги, и потом такие большие шанделиры, люстры. Надеваем золотую цепочку, уходит солнце, становится темно, ай-яй-яй, надо скорее снимать. И пояс с красивой такой блестящей пряжкой. В принципе, я оставила те же самые туфли. Можно тоже тут поиграться и что-то такое придумать, но туфли брать с собой на работу – это уже заморочка, потому что они как бы занимают объем, и в сумку не всегда влезают. В принципе, я в машине, так что я могу положить машину, но кто не в машине, то это как бы не совсем удобно. Поэтому, в принципе, туфли можно оставить те же. Но достаточно пояса, бус и серег, которые, в принципе, занимают очень мало места. Вы можете взять это с собой, и это платье становится нарядным и играть со всеми другими красками. В принципе, для вечера даже можно снять вот этот топик, сделать такой вечерний декольтаж. Если кто хочет, если кому позволяет и совесть. Нет, не совесть, но как это сказать? Позволяет, кто раскрепощен достаточно. Потому что у меня, например, если я сейчас сниму вот эту майку, тут будет все прямо до штата небраска видно, поэтому я как бы не стала это делать. Но вы можете, если у кого-то у него очень большая грудь, и, в принципе, вот такой вырез, он вполне нормально, его можно приоткрыть. Вот. Ну вот так. Вот таким образом. Вот это платье первое, которое я купила от Massimo Dutti. Совсем не в стиле Massimo Dutti, совсем не в их, как бы, ДНК их бренда, но я даже в Massimo Dutti умудряюсь найти что-то, что в моем ДНК, а не в ДНК Massimo Dutti. Следующий лук. Я назвала его 50 оттенков коричневого, не серого, коричневого. Я не уверена, что все эти вещи так очень хорошо сочетаются друг с другом, но я их все надела, потому что это все вот... Вот я купила красное платье, я купила эту юбку, пиджак и вот эту вот блузу, рубашку, блузу. Вот. И чтобы долго не... Я надела все сразу. Вот. На самом деле, разные оттенки коричневого, я бы даже сказала зеленоватого. Ботинки, кстати, из Zara, не из Massimo Dutti. Купила их в этом сезоне на распродаже. Сейчас очень им довольна за 29 долларов. Прекрасные, очень модные, клевые, классные ботинки. Образ получился совершенно осенний. Все блогеры снимают тренды на осень, собирают луки на осень, что купить на осень, осенние покупки на летние распродажи и так далее. Ну и я решила, раз такое дело, то я, значит, тоже буду как бы собирать уже осенние луки. При том, что на самом деле вид действительно такой осенний, мрачноватый, конечно, но... Значит, ну хорошо, давайте перейдем к покупкам. Значит, я сейчас сниму пиджак, чтобы показать юбку и рубашку. Давайте начнем с пиджака. Значит, пиджак стоил 50 долларов. Он сделан из хлопка и катона. Что я говорю? Из хлопка и льна. Катон и хлопок это одно и то же. Он сделан из хлопка и льна. По-моему, половину на половину. Ну, значит, у него нет подкладки. Нет, у него подкладка только здесь вот спереди. Сзади у него подкладки нет. В общем, это довольно такой летний пиджак, хотя осенний цвет. Но, не знаю, что-то мне в нем понравилось в этом пиджаке. Он совершенно такой мужской, длинный. Его хорошо было бы носить с какими-нибудь шортами, знаете, короткими. Которые чуть-чуть ниже, чем этот пиджак, или даже выше, чем этот пиджак, или с какими-то брюками. Но я уже не стала заморачиваться, а уже надела все, что я купила. И вот, значит, пиджак. Хорошего качества, хорошего... Видите, он... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот такой. Такая дерюшка. Он такой коричнево-зеленоватый. Вообще, все вещи камера не очень хорошо передает, потому что я вам должна сказать, что пиджак такой коричнево-защитный, юбка совершенно коричневая. И вот это, на самом деле, блузка тоже коричневая. Но вместе все. Блузка, например, выглядит такой немножко пыльной розой. А коричневая юбка выглядит тоже немножко зеленоватой. Но, на самом деле, все это оттенки коричневого. Значит, вот давайте посмотрим пиджак. И сейчас я его сниму, чтобы показать вам юбку и блузу. Значит, я сняла пиджак. И так выглядит юбка и блузка. Юбка сделана из вискозы. Она сделана, как будто у нее такой, знаете, фейк-запах. То есть, она как будто бы с запахом, но запаха нету, там все зашито. Сидит она на мне намного-намного лучше, чем сидела юбка предыдущая. Может быть, за счет того, что она на размер больше. А может быть, за счет того, что это другой фасон. Никаких тут, знаете, складок, никаких тут волн не образуется. Она такая довольно, ну, вот такой длины. Длинная. Она из стопроцентной вискозы. А рубашка, блузка – это ткань, которая называется купру. Я, если честно, не знала, что это такое. Про гуглов. Гугл нам в помощь. Значит, купра – это вискоза, фактически, которая сделана под шелк. То есть, это как-то нам написано, что эта ткань не натуральная, искусственная, но сделана из натуральных волокон. То есть, это то же самое, что вискоза, только с эффектом шелка. Вискоза более такая, выглядит как… Хотя вот это тоже вискоза, она выглядит как шелк. А вот это купра. Ну, в общем, я так понимаю, что это та же вискоза, но с добавлением чего-то другого. Ее делают как-то по-другому, поэтому она называется – это вискоза, это купра. Не важно. Значит, юбки у них подешевели, и эта юбка стоила 49 долларов. Размер – это 40. Та была 38, я сказала, что на размер больше. А рубашка стоила 29, и это размер… Я думаю, что 38, или 36. Что мне нравится в этой рубашке? В ней есть плечи, вшитые. Я очень люблю плечики, потому что они придают объема сверху, и, естественно, визуально уменьшается низ. Вот у меня достаточно узкие плечи свои. Я такая груша-груша, знаете, типичная. У меня свои узкие плечи и широкий низ. Поэтому, когда были плечи в моде в 80-х, 90-х, я только и носила что? Плечи. Я носила плечи со всей абсолютно одеждой. Это меня стройнило. Потом плечи из моды вышли. Я ойкнула, подумала, что ну все, теперь не буду я выглядеть худой, а придется выглядеть Алену Турель как есть. И, ну, ходила так, да. Сейчас плечи вроде как вошли в моду немножко. Не то да, не то нет, я не понимаю. Ну, в общем, короче, некоторые вещи с плечами. Я очень рада, что это рубашка с плечами. Мне кажется, что она добавляет такой собранности, стройности всему образу. И вы помните эти клипсы? Я купила их в Second Hand, в моем шопинг-блоге Second Hand. Если вы не смотрели, то обязательно посмотрите. И, кстати, я хочу вам сказать, так как нам советуют, что это надо говорить в середине видео, а не в конце. Дорогие мои зрители, если вам нравится, что я делаю и нравится мой канал, подписывайтесь и ставьте мне лайки. Я буду вам очень благодарна и очень признательна. Все, сказала, что в программе положено. Теперь будем продолжать. Значит, клипсы, видите, как? Они очень красиво выглядят на ухе. Они, по-моему, очень подходят к этому наряду. Ну, не знаю, мне кажется, что подходят. Мне они нравятся. В общем, они прикольные, они классные. Понимаете, то, что они винтажные, придает всему образу такого интересности, необычности. Вот, неординарности, правильно? Вся вещь из масс-маркета и винтажные украшения, они, как бы, поднимают ваш образ на новый уровень, скажем так. Ну, если мы вспомнили о винтаже, то вы знаете этот пояс. Вы помните, я купила его в своем последнем влоге, тоже в Second Hand, вместе с этими клипсами. И вот, как он прекрасно, по-моему, прекрасно. Я люблю носить пиджаки с поясами. Такие оверсайз пиджаки. Я всегда... Для меня оверсайз, вы знаете, я не привыкла к оверсайзу. Я одеваю пиджак оверсайз, хотя этот пиджак не очень оверсайз, ну, в принципе, так скажем, длинный большой пиджак. Я одеваю пиджак оверсайз, и надеваю на него пояс, чем, как бы, нивелирую этот оверсайз. Но, в принципе, я в тренде, да? Значит, вот этот пояс. То есть, к четырем оттенкам коричневого я добавила пятый. Это действительно... Вот я вам хочу сказать, что на камере не видно. Ботинки кажутся зеленые, пиджак кажутся зеленые, зеленоватые. Но, на самом деле, они... Все это коричневые. Разные оттенки. И еще один оттенок коричневого – это мой пояс из секонд-хенда. Последний раз я его купила. Я им очень довольна. Мне он очень нравится. Я считаю, что он очень стильный, он прекрасного качества, и он... Ну, в общем, я им довольна. Что тут долго говорить? Снова говоря о винтаже. Если вот этот образ вам кажется очень скучным, однообразным, неинтересным, каким он кажется мне, то вот я решила, что я свою коллекцию винтажных брошек, если вы думаете, зачем же я их покупаю, то я вот покупаю для этого. Берем скучный пиджак и лепим на него все, что плохо лежит в доме, и как бы составляем различные композиции из брошек, одеваем это все на лацкан, и делаем как бы селф-дизайн. Я очень прошу меня простить, я как бы их так сейчас цепляла в попыхах, потому что у меня заходит солнце, и мне надо скорее скорее снимать. Плюс ко всему, я совершила очередной забег к своему компьютеру, ответила на штук пять имулов, которые мне продолжают слать. Селеги. За дом надо платить, за детей надо кормить. Вот. Ну и на брошечке и пиджаки тоже надо зарабатывать. Так что вот я не жалуюсь. Слава богу, есть работа, слава богу, я им нужна, они мне шлют ималы, и хотят от меня ответов. Это значит, что я им нужна, и дай бог так и будет даже. Так вот, я нашла вот несколько винтажных брошек, некоторые, кстати, я вам показывала в своем блоге, некоторые нет. Вот эта потрясающая камея у меня, вот эта очень красивая брошка, которая, видите, такая как цветок такой большой, которая немножко зеленого, соответствует зеленого цвета в пиджаке, вот этот такой розоватый цвет очень подходит к этой блузке. С ними, конечно, можно поиграться, вот этот котик, вы помните, я его покупала, и вот эту брошку я покупала в прошлом блоге в моем секонд-хенд. Со всем этим можно поиграться, и все это можно как бы переколоть по-другому, можно вообще другие броши, можно найти броши, которые больше подходят к какому-то другому образу, который вы соберете из других вещей. Ну, вот во всяком случае, вот такое у меня получилось. Это можно было немножко ниже, наверное, но я уж тороплюсь и, знаете, так приколола на живот, Ольга, что называется. Ну, просто для демонстрации, так скажем. В общем, с этим можно играться, 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 и делать из этого разные варианты и разные вариации. В общем, вот так. Если вам скучно, если вы хотите разнообразить свой образ, то не надо для этого больших каких-то вложений. Вот эти брошки, которые каждая стоила там от 3 до 6 долларов. Вуаля. Это же ботинки, все тоже. Кстати, вот нашла такой вечерний пиджак у себя. Ну, не очень вечерний, ну, такой, скажем, более нарядный. Такой он розовато-золотой. Я его, значит, надела с той же самой юбкой, с той же блоской, с теми же ботинками, ботильонами. И сделала тоже нарядный образ. Можно надеть пояс сверху, можно его расстегнуть. Оставила те же клипсы. Просто, чтобы вы видели, что, вот, допустим, надевший светлый, более какой-то нарядный пиджак, та же блоская и та же юбка тоже может превратиться в более какой-то такой нарядный, свеженький образ, потому что, конечно, вот это сочетание коричневого с коричневым, оно немножко скучновато, возможно, а вот так вот уже совсем другое дело. Вот еще, что хотела вам показать, длину этой рубашки. Она довольно длинная. Ее очень хорошо носить можно с брюками. Она закрывает все спереди, сзади. Ничего не видно. Не буду уже примерять. Просто хотела вам показать, что рубашка довольно длинная. Я вот ее одела с этой же юбкой и с моим поясом для винтаж. и вот тоже неплохо. Захотелось мне немножко еще поиграться с этим пиджаком, потому что мне кажется, что он очень интересный и с ним можно много играться. И это я такой составила лук оля цыганский стиль боха. Вы помните это платье? Я его вам показывала в своих моих любимых платьях для лета. Ну вот оно плавно переходит в мое любимое платье для осени. И я сочетнула это все с такими грубыми ботинками. Все-таки осень. Наступает осень, как вы не хотите, хотя мы не хотим. Такие бусы манисты в цыганском стиле. Оставила эти брошки. Знаете, боха, чем больше, тем лучше. Еще надо было, конечно, каких-нибудь браслетов, но у меня что-то нету браслетов. Я вообще браслеты очень мало ношу, почти не покупаю. Люблю, но не покупаю. Ну вот такое сочетание с грубыми ботинками. Пиджак, шляпа, которая мне почему-то стала маловато. Слушайте, я не носила с прошлого, с прошлой, весной не носила, потому что некуда было. Значит, с прошлой осени год, да, меньше год, больше, меньше год. Как-то я еле на себя натянула. Головка у меня выросла, голова то есть. Не подумайте, не в том смысле. Короче, вот такой вот образ, девочки. Цыганское, немножко такое цыганское, шальное платье в стиле Боха. Строгий пиджак из Массимо Дути, брошки, бусы, шляпу, грубые ботинки. Сумку не стала уже брать, ну, в общем, сюда можно что-то, конечно, такое с бахромой или... нет, бахромой, наверное, будет тумач, потому что вот это все еще и бахрома нет. Надо какая-то сумочка такая, знаете, в стиле гранж, что-то такое, типа, вот под цвет ботинок, черный под цвет шляпы. Ботинки, кстати, не черные, они такие немножко бордовые, ну, в принципе, как черные. что-нибудь в стиле гранж такое, знаете, надо бы сюда, может быть, шопер какой-то, ну, в общем, можно поискать и придумать. Вот такой вот образ цыганского барона. В пиджаке с чужого плеча, с брошками и манистами, да? Ну, и в шляпе, которая маловато. И, девчонки, последний образ, честное слово. Хотя я бы еще снимала-снимала, но у меня темнеет, все, уходит свет, и мне уже как бы пора кончать. Да и вам, наверное, даем. Последний образ, тот же пиджак, тоже платье, та же шляпа, под шляпой то же самое, тоже. Меняем пояс, меняем обувь. И из цыганского бога превращаемся в вестерн-болхоус, в западный бог. Западный стиль. Как это называется? Вестерн-западный. Ну, в общем, вы мне помните. Сюда что-то надо было бы, конечно, повесить. Нужна какая-то сумка. Вот сюда уже можно с бахромой, наверное. Вот такой вестерн-пояс. Сапоги ковбойские, казаки. То есть мы превращаемся в ковбойский стиль, изображаем из себя ковберл, а не ковбой, ков-девочку. Ну, вот. То есть все то же самое, только я поменяла аксессуары и пояс, собственно, и ботинки. Ну, и сумку, конечно, я бы поменяла. Если бы у меня там была сумка, я бы здесь тоже взяла какую-то другую. Все, дорогие мои девочки, будем прощаться. Сняла маленькую шляпу. Кстати, наверное, надо озаботиться покупкой шляпы, потому что шляпа у меня мала. Может, и не надо, если мы будем сидеть дома, это нафига мне шляпа. Не будем грустно. Стою в сапогах. Прощаемся! Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вам было весело. Я надеюсь, что вы почерпнули какое-то вдохновение из моих кривлянья перед зеркал. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока-бока. Субтитры сделал DimaTorzok